Привет дорогие мои друзья! Сегодня наступил день, которого я ждал с самого основания канала Дмиван Геймс. Я все же достиг 100 тысяч подписчиков. Не передать словами всех моих эмоций и не рассказать все мои мысли на этот счет. Но самые главные герои здесь это конечно вы. Именно вы составляете эти 100 тысяч. Именно благодаря вам обычный человек желанием снимать ролики и выражать себя на ютюбе, сегодня может увидеть эту цифру на канале. За что вам большое человеческое спасибо и низкий поклон. Я вспоминаю день, когда я создал этот канал и лишь гадал, чего же я достигну с ним. Будет ли он хоть немного популярен и нужен кому-то. Прошло немало лет, многое было сделано, снято, придумано и даже удалено. А теперь я предлагаю вместе вспомнить все мои идеи и начинания за все эти годы, начиная с первого подписчика и до сегодняшнего дня. Самое первое видео вышло в 2016 году, почти сразу как появился этот канал. Я решил начать с сюжетки GTA 5, ведь тогда у меня даже лицензии не было, я играл в репак. На тот момент у меня было мало опыта в этой игре и как мы видим, ПК у меня был довольно слабый. Просадка кадров и прочие радости. Я уж не говорю про микрофон. Вот так я и снимал прохождение сюжетки. Через несколько серий у меня появилась лицензия и я продолжил снимать на ней. Но вы только послушайте, сколько у меня энтузиазма в голосе тогда было. Мне бы жизни своей не потерять. Нифига ты там присел, ты чё, Васю? Блин, так здорово они отлетают. А, я его прям в машине вырулил. Погнали, ребята. Блин, чё-то по снегу-то бежишь-то как дебил. Давай садимся, ребята, поехали. Поехали, родненькие. Помимо сюжетки, я увлёкся строительством с мэп-эдитером и показывал как сам процесс, так и готовые постройки. Много фантазировал насчёт применения этих карт в игре и всё рассказывал. Сейчас мы пройдёмся. Здесь у нас начинается ГСМ-складик такой небольшой с горючим и так далее. То есть здесь они, грубо говоря, ночуют и так далее. Когда их нету, там они на вылазках где-то, тут ночуют другие люди. То есть здесь у нас уже более такое приличное место. Всё перекрыто, все эти дырки. Кто был здесь, тот знает, как оно всё это было. С покупкой лицензии GTA 5 в декабре 2016 года я впервые решил зайти в GTA Online. Создал персонажей и сразу же начал снимать видео. Поиграв всего ничего. Уже через 2 часа меня забанили на 30 дней по неизвестной мне причине. Я вернулся к съёмке сюжетки, но до сих пор помню первый заход в онлайн. Так, давайте-ка немножко отличёмся от разговоров и рассказов и попробуем, наверное... Второй в кустах. Какие-то машины. Снимите все лоурайдеры. Всё, пошла жара. Чувак, ты там поосторожнее. Ты, главное, поосторожнее. Ой, блин, ни хрена си меня гасит здесь. Эй, сеть! Ладно, давайте идём на паузу и переиграем попозже, когда хоть дальше пройдём. Далее проснулись мои режиссёрские качества и я начал придумывать сюжеты и снимать сериал про зомби-апокалипсис в GTA 5 с помощью мод-меню и мэп-эдитора. Мне тогда это очень понравилось, но отклик зрителей был низкий. Патронов и восполнить какие-то, может быть. Так, ночью не самый лучший вообще выход ездить где-то, но, тем не менее, я думаю, мы с вами справимся. У нас очень хорошо обученные бойцы. Серьёзная мощь. Так, нам нужно найти... Так, а где зона? Уже пропала, что ли? О-о-о. А грузы-то пропали. Молодец, чувак. Так, парнишка, ты не хочешь в салон пересесть? Спустя месяц после бана я создал нового персонажа и узнал, что мой друг Серёга тоже имеет лицензию игры. Мы решаем снимать вместе. У меня по-прежнему плохой комп и микрофон, но нам это не мешает, мы весело проводим время. Я, короче, поехал. Да подожди ты, куда ты поехал, стой. Что-то не нравится мне эта затея, я что-то выдумал там. Подожди, вот его... Что? Его... О, смотри, видишь? Давай, сейчас я покажу, как надо... Я посижу, как этот... Как надо рассекать по этим местам сейчас. Давай, ради... Блин, ты бы меня дождался бы, на чём. Куда едем-то? Давай в город. Не хватает только шампанского, да, и коробки конфет. По левой полосе. Между делом, я снимал строительство GTA V, как и рассказывал ранее. Мне было очень интересно, но времени на это уходило немало. Видимость того, что творится в воде, во-вторых, ориентиры для лодок, чтобы не сталкиваться и так далее. Если получится, будем делать транспорт. Потому что я вам уже говорил, что лодки, они имеют свойство постоянно передвигаться. Потом я решил снять первое видео с обзором транспорта в GTA Online. Я тогда не мог скупать кучу машин из-за отсутствия валюты на персонажа, поэтому таких видео поначалу было мало. Со временем я научился копить деньги заранее. Так, ну что, давайте пока броню оставим, наверное, не будем делать. Я сейчас посмотрю, что можно сделать вообще. Ну, цены такие, смотрите, довольно-таки. Ну, не меньше, чем на всё остальное. Так, вот у нас есть такие модификации. Давайте сделаем карбоновый бампер. Посмотрим, как она у нас изменится. Так, а что, задние нельзя поменять, что ли? Спустя какое-то время я понял, что должен снимать и полезные видео с гайдами и обучениями. Тут я решил снять видео на тему, как начать играть в GTA Online. До сих пор это видео одно из топовых по просмотрам на канале. Прокачку ничего, не уровень. То есть там вы просто поиграете, поднимите сразу денег. Допустим, у вас появились какие-то уже средства, скажем, для того, чтобы что-то к себе купить. Здесь вы увидите разнообразие сайтов. Заходим в путешествие и транспорт. И либо в Бенни заходим, либо в Леджендаре. То есть нам сейчас нужно начать и начать правильно. Как говорится, не тратить деньги в пустую, которых и так мало. После того, как вы пришли в иммунацию, у вас уже есть приблизительно уровень 12-15, что вам нужно. Совсем скоро в игре должно было выйти обновление торговли оружием. И я понял, что должен сделать предварительное видео и обозревать обновление целиком. Ведь какое развитие канала, если не снимать обновы. Сейчас вы увидите всё на экране. Совсем скоро в GTA Online на сайте поддержанных объектов Мейспанка будут доступны новые позиции. А именно подземные базы военного типа. Для будущих воротил оружейного мира. В этих бункерах будет много места и всё необходимое. Далее, между делом, я ввёл рубрику экспериментов в GTA Online, чтобы проверять разные моменты в игре. Но видео по этой теме вышло немного. Итак, товарищи, в наши планы не входит сейт-хаус где-то в Лос-Антесе. Поэтому стрелять я буду здесь на берегу и стрелять я буду в никуда. Вместе с обновлениями я иногда снимал различные режимы гоночки из добавленных недавно. Спустя какое-то время мне вновь захотелось придумать сериал в игре. Я решил взять за основу научную фантастику. Так появился небольшой и неоконченный до конца сериал 1 в Лос-Антесе. Так, я не буду объезжать по правилам, мы едем как всегда. А то сейчас приеду, а там никого нет. Вот будет забавно. Офигеть, Чоп, выходи. У нас тут туса, вечеринка. О, диджей, нифига себе. Эй, ребята, здорово. Нахрена я так нажрался вчера, блин, Пашка. Ах, Чоп, Чоп. Так, что за фигня? Так, а где все-то? Потом я создал нового персонажа, а именно ту самую шоколадку, которая является главным лицом канала. И начал с ним весь путь с элементами РП в онлайне. Поначалу эта тема неплохо зашла зрителю. 800 баксов на счету после перелета. Мне это только поесть и может на пару дней ночлежку снять. Так, позвоним Симону, узнаем, есть ли какая-нибудь работа. Так, значит, мне нужно добраться до Симона. Он сказал, что есть какая-то работа, но нужно личное присутствие. Так, я тут скрыл вот эту машинку и надеюсь, она меня довезет куда надо. Я не знаю, чья она. Далее мне захотелось как-то делиться мыслями, новостями и планами со зрителем. А тут еще и стукнуло тысяча подписчиков на канале. Вот так и появились подкасты. Дело на тысячу подписчиков на канале. Сразу хочу сказать, что усаживайтесь поудобнее. Можете что-то покушать, можете просто включить фоном это видео. В какой-то момент мне пришла идея сделать сериал про другую жизнь Франклина. Без ограблений и остальных персонажей сюжетки. Не хочу я так жить, не нравится мне такая жизнь. Хочется как-то, ну, отличаться от тех, кто у нас тут промышляет разбоями, грабежами и так далее. От работы, конечно же, Майкла я отказался и не хочу я. Хочу подняться сам и более законным способом. После того, как завершился сериал про шоколадку, я решил продолжить снимать и назвал рубрику «Будни бандита». По ней тоже вышло немало серий, но оно быстро скатилось в дно. Так, я уже недалеко нахожусь, у меня все поблизости. Складик я приобрел чуть ли не в центре Вайнвуда. Как-то раз в онлайне вышло обновление «Судный день», и мы с Серегой начали проходить его. Именно тогда появилась традиция проходить каждое обновление вместе. К сожалению, потом настал момент, когда мы не могли больше собираться для записи. А лифт работает, интересно? Вот, видишь, он говорит, если какую-то глупость выкинете, вас сожрут. А, тогда нафиг. О, лифт работает. Так, е, консоль. Слушай, тут консоль какая-то моя. Мне кажется, больно начнется потом. Слушай, я загружаю что-то. Может быть, охранять надо? Вместе с этим я присрастился к установке модов сюжетки и начал некоторые снимать на канал. Как начинается ограбление с Лестером. Так, ну что? Хорошо, хорошо, да. Настал момент, когда мне снова приспичило сделать сериал. И так появился неплохой сюжет про жизнь воров GTA 5. Так, дилер мой, по идее, должен гулять уже где-то здесь. Так, ну что ж, будем выглядывать жертву, кто менее, скажем так, опасен и менее внимателен. Спустя какое-то время у канала был юбилей по подписчикам. И я решил сделать сходку с подписчиками в игре. Именно тогда и появилась традиция сходок на юбилеи канала. Вот, давай, ты же не куришь. Ну, это же бонг, это в принципе, ладно. Эй, ты что творишь, чувак? Байкер, ты что? Опа. Потом вышел мой последний сериал про киллера. Впервые с написанным сценарием и предварительной озвучкой. Жизнь бандита. Этот сериал еще и был примечателен тем, что снимался он не в сюжетке, а в онлайне. Я выбрал позицию на крыше и произвел точный выстрел по цели. И тут началось безумие. Копы и силовики будто знали, где меня искать и как я выгляжу. В какой-то момент я стал агитировать своего друга пойти в GTA Online. И спустя время он все же пришел туда. Мы договорились создать двух женских персов и начать его обучение на видео. Так и получился самый успешный проект с нуля до короля. В дальнейшем вышло еще три сезона, но уже в соло и на других платформах. И танки. Ну то есть типичный мужик такой, да, который не играл в Майнкрафт, не играл там в какие-то тимсы. А играл вот именно в такие, во что играют в основном мужики. Почему мне GTA понравилось тем, что мы можем с тобой играть. Да, да, да. Помимо деятельности с видео, Серега чуть мне помог с апгрейдом ПК и сподвиг меня стримить. Так и появились стримы на канале, в которых я открыл себя как неплохого стримера. Блин, взорвешь то, что нам не надо взорвать. Да, место не очень удобное, конечно. Чемпион, 100 рублей дачного стрима. Возьмите меня к себе, пожалуйста. Ой, спасибо большое, чемпион. Не, без проблем, заходи, у нас есть одно место, заходи, возьмем. Однажды мы решили попробовать поиграть и поснимать GTA 5 RP. Выбрали какой-то сервер и начали там. Первое видео привлекло немало внимания, но последующие быстро скатывались. Особенно было, когда мы появились в морге, да, там было вообще пиздец, конечно. В общем-то, это у нас Pacific Standard Jobs, да, работа. Женщина, которая дает работу. Женщина, которая дает работу. Пока все это проходило, я постоянно думал над роликами с бонусной недели, но никак не решался начать. В какой-то момент я все же решился и снял. В итоге это стало ведущей рубрикой на канале. Первых видео давно нет, но сохранились более поздние. В общем-то, советую, советую выигрывать эту машину. Вот первая тачка за долгое время, которую действительно стоит. Также, ребята, нам добавили байк на этой неделе. Тот байк, который все уже давным-давно... Знаете, есть много видео, где ютуберы дают поиграть своим родственникам. Вот однажды я пригласил свою племянницу на стрим, чтобы удивить зрителя. Потом я даже поделился с ней донатами. И она была еще пару раз. Люди этим кто-то занимаются. Как раз. Блин, зачем? Не тренируйте заехать. Расставили тут свои машины, да? Эээ! Не хребать себе. Вот за это надо убивать уже. Выходите, убивайте. Еще был момент, когда я решил пройти челлендж в 30 дней ежедневных заданий. Один раз, правда, сорвалось, но все же я прошел. Здесь может быть все что угодно, ребята. От участия в каких-то там противоборствах режима, гоночках и так далее, до просто, допустим, упасть с высоты и не разбиться, там, раскрыть парашют перед землей, там, затюнить тачку. Между делом выходили разные гайды. Не все из них были успешными, но вот быстрый старт стал одним из флагманских на канале. Потом вышла вторая версия. Которая предполагает, там, деньги, там, и еще что-то. Это видео как раз для вас. Но даже если вы купили какую-то там особенную версию, у вас есть стартовый капитал, то почему бы не добавить к этому капиталу еще немножечко... Также мне всегда хотелось снимать видео из жизни простой камерой. Первым стало видео про PS4, потом выходили еще... Печатная продукция. Ну и три игры, соответственно. Horizon Zero Dawn, The Last of Us и Detroit Become Human. Очень интересно именно в Detroit поиграть. Далее вышел второй сезон с нуля до короля, но на PS4, где я играл в соло. Вторая цель у нас находится здесь на площади. Давайте его искать. Он наверняка где-нибудь здесь есть, да? Наверняка где-то здесь тусуется. Так, вот наш товарищ стоит. В какой-то момент на одном из дней рождений я решил сделать праздничный стрим. Так появилась традиция стримить каждое 29 апреля на мою днюху. Надюша! Остановись! Зачет Надюши, блин. Ой, блин. Вот от Надюши твои лучшие друзья. Сейчас, сейчас, погоди, погоди. Как она, как эта песня вообще у этих? Был момент, когда один из моих друзей Манс тоже пришел в GTA Online. Мы с ним тоже начали снимать, но ему игра не очень зашла, и он быстро отошел от нее. А, ну то есть разницы нет между... Там, нет, там есть в деньгах разница, но там такая разница, что, ну и так заработаешь. Достал. Вот она? Да, да, да. Вали ее тогда, если там... Потом вышла рубрика, которой я особенно горжусь. Гайды по ограблениям Лестера. Многим эти гайды помогают и сегодня. И после 12 уровня сгонять на белую Эль на карте. Но перед этим вам должен позвонить Лестер. Однажды произошло чудо, и канал достиг 50 тысяч подписчиков. И по традиции я выпустил юбилейный подкаст. Я вот недавно буквально, каюсь, пересматривал первые свои подкасты на тысячу, на три тысячи. И знаете ли, конечно же, много чего я там услышал в голосе в своем. Еще у меня как-то была идея рубрики на каждую неделю, помимо бонусной недели. А именно, проверка доходности дел с x2 и x3. Я думал, людям будет полезно, но рубрика не получила признания, и я ее перестал снимать. Для этого задания мне нужно что сделать? Мне нужно найти, где у нас находится ограбление. Тут все чисто. То есть найти банк, где у нас ограбление. Также с каждым обновлением выходили разные временные ивенты, которые я тоже старался снимать. Опять снеговик у нас находится вот здесь, прям в центре, где огромная елка стоит. Ну-ка, во. Потом я все же дошел до съемки коротких видеошортс. Снял немало, но идей у меня, как правило, не хватает, поэтому видео нечастые. Ехал грека через реку, а нахер, пойду лучше, поиграю в тетрис. Помимо этого всего, я продолжаю снимать различные гайды, которые помогают игрокам хоть чем-то. Из дальнего оружия я выбираю сразу две снайперские винтовки, обычную и тяжелую. На обычную я делаю все апгрейды и вешаю глушители, она подойдет для тихой работы издалека. Вот так, ребята, мы и пришли к стакану канале. Сами видите, какой путь лежал к этой цифре. Я рассказал про все в этом видео, но прошли годы. А сейчас что? Если честно, то мне не верится. Да, помимо циферок есть и много «но». Взять хотя бы просмотры, реакции зрителей, онлайн на стримах. Но человек должен хоть чему-то порадоваться и иметь стимул идти дальше. На данный момент ситуация непростая и вся надежда на обновление и выход GTA 6. А пока я буду и дальше стараться идти вперед. Надеюсь, вы мне в этом поможете. До новых встреч и огромное спасибо за ваше драгоценное внимание. Увидимся!